8.30 утра, ауди-центр Челябинск. Мы с моим собеседником в нарядах для торжественного случая. Скоро расскажем почему. Потому что это фантик. Я не пристегнуто. А никто не пристегнулся. Все не пристегнут. Мы на красный, да? Пожалуй, в олимпийскую сборную я уже не попаду. Вкусные вещи из пластиковых тарелок. Настоящие бриллианты, рубины. Смокинги, вечерние платья, каблуки, лаковые туфли. Дерзко ворвались. ТОП-50 самых знаменитых людей Челябинской области. Константин, это уже Челябинск. Кость, расскажи, пожалуйста, что мы и что зрители о тебе не знают. Тебя знают как руководителя проектов с журналом «Собака.ру» Челябинск. Как ты в эту сферу попал? Что этому предшествовало? Наверное, это та сфера, которая ждала меня всю жизнь. В которую, как говорят, я влился как родной. Как сейчас говорят, нужно было пройти путь. Так вот, какой он был путь? Какую профессию ты, будучи выпускником школы для себя выбрал? Куда пошел учиться? В детстве перебрал множество секций, видов спорта. Остановился на одном более подходящем для меня. Это оказалось дзюдо. Стал и чемпионом. Получил звание мастера спорта. Со спортивной карьерой в определенный момент я закруглился и завершил, потому что понял, что, пожалуй, в олимпийскую сборную я уже не попаду. Ну, в общем, я ушел, поступил в университет. На экономику, да? Закончил экономический факультет. Тогда это было очень престижно. Я вспоминаю. Плюс-минус в те годы все хотели быть юристами и экономистами. Да, впрочем, сейчас тоже мало что поменялось. Да, я на самом деле вырос в семье врачей. И родители предлагали пойти по стопам. Всех? Пойти по стопам всех? Пойти по стопам всех, продолжить династию, что называется. Но я, честно, сказал в свое время отцу. Отец мне был выдающимся врачом, научным деятелем. И я ему, честно, сказал, папа, ты слишком выдающийся человек. И на твоем фоне я, наверное, буду хорошим доктором, но не гениальным, как ты. Поэтому я пошел на экономический факультет. Но как-то вот в тот момент проснулись во мне какие-то такие и предпринимательские задатки, и желание что-то делать самостоятельно, и в жизни как-то реализовываться самостоятельно. Ну вот я поэтому выбрал для себя экономику, кредиты и финансы. Но так и не стал банкиром. Скажи, пожалуйста, какие ты любил читать журналы? Вот как раз в этот период времени, когда решение принимал стать. Слушайте, мне нравится в этом отношении фильм Кончаловского «Глянец». Умные люди глянец не читают, они его издают. Они его издают. Ну не то, чтобы я... Раньше про телевизор такое говорили. Но «Собака.ру» все-таки это не совсем глянец, который, так сказать, продукт эпохи потребления. Да, безусловно. Мы поэтому, собственно говоря, и стали издателями «Собаки.ру». Мы издание о людях, мы лайфстайл издания, мы об образе жизни, о людях в лучших их проявлениях. Бываю там в различных городах, я там встречал журнал «Собака.ру» и думал о том, что было бы интересно издавать такой журнал с точки зрения его интеллектуальной какой-то значимости. А, ну то есть сначала ты познакомился как читатель с этим журналом, а потом уже стал, решил его представлять в нашем регионе. Примерно так. Причем я замечу, время для глянца тогда действительно было не самое удачное. Глянец уже, как сказать, увидал, уже немножко надоел. Действительно все потянулись за каким-то вот интересным чтивом, за колумнистами, за какими-то такими более серьезными вещами. Чем отличалось твое представление до и после? В чем-то, может быть, разочаровался, что-то открылось такое новое, необычное, что-то ты, может быть, по-другому себе представлял? Это фантик сверху, внутри это большая работа, большая кропотливая работа. Каждый день, невзирая на время суток. В общем, работаем мы обычно, знаете, 24 на 7. Премия ТОП-50 по версии журнала Собака.ру. Откуда она появилась в Челябинске, насколько я знаю, это все история из Санкт-Петербурга, где, собственно, и родился этот журнал. Премия проводится давно, в Петербурге она родилась на тот момент, когда мы начали, ей было уже больше 10 лет. Мы дозрели до проведения подобного рода премии. И на тот момент, когда в Челябинске вот эта вот тенденция существовала, давайте все уедем, это не тот город, в котором нужно жить, нам захотелось показать городу, что здесь столько выдающихся людей и выходцев из этого города, и живущих здесь, в этом городе. И в тот момент, когда мы дозрели и поняли, что мы должны взять на себя такую миссию и создать премию самых знаменитых людей Челябинской области, в тот момент мы действительно понимали ту меру ответственности, которая вложится в результате на нас, потому что громко называться «самые знаменитые», ну, как бы многие нам сказали, ой, немного ли вы на себя берете. Поэтому вот эти вот знаменитые люди, это отчасти люди, которые и совершили свои прорывы, и это люди, про которых мы захотели рассказать для того, чтобы дать людям возможность чем-то воодушевиться. Если вспомнить какие-то самые первые ивенты, посвященные модным событиям, фестивалям, очень часто, во-первых, аудитория не всегда была готова к этим событиям. Во-вторых, партнеры и спонсоры тоже вели себя иной раз странным образом. И, например, одним казалось, что их недоразвлекали, другим казалось, что их недорекламировали, и со сцены звучали какие-то жуткие длинные рекламные тексты, гости должны были это все слушать. Вот когда ты и твоя команда приступила к созданию премии ТОП-50, в каком состоянии вам достался, так сказать, вот этот рынок? Наши взаимоотношения с партнерами, самое сложное было найти партнеров, они же единомышленники, по сути говоря, которые бы поверили нам в то, что нашему городу, нашей области нужна именно такая премия. Потому что я искренне благодарен, вот в том числе аудио-центр Челябинск, они поддержали нас в самую первую премию и до сих пор остаются нашими партнерами. И таких партнеров, я не могу сказать, что у нас там их десятки, но есть преданные нашему делу, нашему общему делу, в котором мы находим и говорим о тех, кто этого заслуживает. А приходилось ли, например, кто-то пришел к вам, но начал свои условия диктовать или там заставлять какие-то длинные рекламные тексты и говорить, нет, нас только вот так вот можно, иначе мы вам не дадим денег на проведение? Давайте будем говорить честно, мы являемся организаторами, мы выработали правила игры, по которым мы играем. То есть если мы приглашаем вас стать нашим партнером, мы регламентируем наши отношения и мы сразу прописываем те правила, по которым мы с вами участвуем в этом проекте. Вот, поэтому я не могу сказать, что у нас какие-то войны с нашими партнерами, они все достаточно понимающие люди, но и они доверяют нам, потому что, наверное, это самое правильное во взаимоотношениях с теми же самыми партнерами, это доверие. По большому счету, я ни разу, пожалуй, не слышал от наших партнеров, что вы там чего-то о нас не договорили или вы сказали как-то неправильно. Ну, безусловно, мы проводим свою профессиональную работу. А что касается дресс-кода, тоже очень такая больная тема, потому что, опять же, мероприятия, которые проходили там 15-20 лет назад в нашем городе, я лично сталкивалась с тем, что одетые по дресс-коду приходили организаторы и еще какой-то круг приближенных. Приходилось ли вам с какими-то историями сталкиваться? Приходилось ли, ну, так скажем, заставлять людей одеваться в соответствии с теми словами, которые написаны в пригласительном? Это был такой длинный путь, в том числе и для нас. И вот в 15-м году, когда мы начали подготовку к первой премии ТОП-50, мы озвучили дресс-код «Блэк Тай», и на тот момент, ну, честно скажу, многие просто мне покрутили пальцем у виска и сказали «Константин, это же Челябинск». Ну, безусловно, были те скептики, которые не поверили в это, пришли, они постояли минут 15, посмотрели, подошли к нам, к организаторам, сказали, сколько будет продолжаться сбор гостей, сколько у нас времени есть на то, чтобы поехать и переодеться. Они сами почувствовали, мы даже не заставляли их, но они сами почувствовали, что, пожалуй, в свитере и джинсах они выглядят здесь абсолютно с другого мероприятия. Объявленный дресс-код, который мы вот уже седьмой год стараемся прививать и соблюдать, это и некая дань традиции, и это некий элемент, который должен быть в торжественном мероприятии. Теперь к списку номинантов. Как происходит поиск номинантов, если помимо 50 человек какой-то еще более длинный список? И кто этих людей отбирает, кто их назначает? Потому что, я так понимаю, что это даже не одной команды, то есть это должно быть очень много экспертов. Каким образом все вот эти вот лонг-листы, шорт-листы создаются? Самую первую премию, когда мы организовывали, во-первых, нам сказали, как вы набрали 50 каких-то там выдающихся людей. Никто не верил, что можно набрать 50. Ну хорошо, один раз вы найдете, как вы потом будете их искать. Но я вам скажу так, их все больше и больше и больше становится. Изначально мы формируем достаточно длинный лонг-лист. Мы практически на протяжении полугода-года наблюдаем за всевозможными новостями, в том числе вашего канала. Коллекционируем этих номинантов, кандидатов в номинанты. Проводим некие экспертные советы, круглые столы со специалистами в различных направлениях жизнедеятельности. После чего где-то за полгода до самой премии мы составляем лонг-лист. Он выносится на редакционный совет. У нас есть главный редактор и редакционная группа, которые очень тщательно изучают тех кандидатов, которые попали в лонг-лист. В номинанты премии ТОП-50 невозможно попасть просто потому, что вы мама трех ангелочков, или вы хороший человек и за выслугу лет и так далее. Нет, безусловно, это люди, которые завершили какие-то прорывы в своей деятельности. И мы на себя берем вот эту миссию рассказать эти 50 интересных историй. Возможно, кого-то они вдохновят. То, что касается голосования в сети. Вот лично у меня очень много вызывает вопросов, потому что, ну, очень часто бывают, так сказать, подреженные ко всем этим сетевым историям, которым ничего не стоит сказать, люди, голосуйте за меня, или там люди, голосуйте за моего шефа, или там за моего друга, знакомого, и разослать всем, значит, ссылку. А есть те, кто, в принципе, там не бывает. И это тоже более достойные люди. Нет ли сомнений, нет ли каких-то опасений, что это будет такой неравный бой именно в моменте голосования, просто потому что кому-то эта система более доступна, кому-то менее. Мы проделываем большую работу. Мы даем аудитории возможность изучить наших номинантов. Прежде чем вы будете голосовать на сайте голосования, открытая информация о заслугах этого номинанта. Заходите, почитайте. Выберите для себя тот проект того человека, который действительно, по вашему мнению, считается самым выдающимся в этой номинации. И говорить о том, что это честно или нечестно, существует, наверное, всевозможное количество различных форм голосования. Ну, вот мы выбрали такую. Главный посыл премии ТОП-50 – это рассказать о 50 выдающихся людях нашей области. И наш традиционный вопрос всем нашим героям – это взаимоотношения с автомобилем. Когда появилось желание и возможность сесть за руль впервые в жизни, легко ли давалось обучение, ну и каково сейчас за рулем такого вот автомобиля. Слушай, ну я уже водитель со стажем. Еще в университете учился и получил водительские права. У меня там первые машины появились. Аудио – это осознанный выбор. Мне нравится. Во-первых, это инновация. Мне нравится интеллигентность в экстерьере этих автомобилей. Интеллектуальность в интерьере. Да, и интеллектуальность в интерьере. Как-то вот у меня так сложилась любовь с этой маркой. Пока не расстаюсь. РС-КУ-8 – это воплощение интеллигентной дерзости. Для меня, наверное, это что-то такое суперуверенное. КУ-8 – это все-таки большой автомобиль, но при всем при этом это суперпонятная машина и суперуправляемая. Вот и закончилось наше городское путешествие в Ауди РС-КУ-8. Спасибо большое, Костя. Очень люблю такие события, которые позволяют, правда, как-то немножко оторваться от обыденности, сменить социальные роли, как сейчас говорят. Большое спасибо. Саша, тебе огромное спасибо. И, как говорится, добро пожаловать. Я думаю, что это будет вновь красивое, приятное, очень увлекательное событие. Это интервью по дороге. До встречи. Наверное, что она в любом случае происходит. Слушай, ну у меня простой ответ на все эти вопросы. Как выбирали, кому дали, кому не дали. Ребят, если вы считаете по-другому, берете, организовываете свою премию, называете ее как хотите, номинируете, вручаете, проделываете огромную работу, а потом вы вкладываете в это силы, средства и так далее. А потом, если хотите, послушаете хейтеров. Продолжение следует...